всем привет с вами адвокатский офис анастасии сак я виктор абель помощник адвоката анастасии сак сегодня мы с вами поговорим кто такие айс офицеры что это за люди что это за служба чем она занимается и как мы с ними должны контактировать что от них зависит что от них не зависит также поговорим с вами о документах о паспортах и так далее которых у нас могут забирать эти айс офицеры и так чаще всего с айс офицерами сталкиваются именно те иммигранты которые попали в сша без визы то есть если человек приезжают в америку с визой через самолет например то он сталкивается тоже с офицерами просто не знают что это они то есть это люди которые проверяют вы документы на таможне люди которые принимают решение твоего нахождения в сша это люди которые тебе определяют срок сколько ты будешь в сша там по форме а-94 примеру там будет полгода или три месяца или 10 дней там две недели а это все айс офицеры у них очень большие полномочия у них очень важная работа то есть это в принципе тот фильтр который смотрит на то можешь ли ты попасть сша если можешь что насколько представляющий эту угрозу стране и должны все это не сделать буквально за те несколько секунд сколько они проверяют и ставят печать в паспорт и дальше тебя пропускают на таможне но принципе те кто идет сегодня через примеру мексику в сша у них более такое тесное общение получается с офицером потому что они хотят попасть в сша не имея на то законных оснований и в данном случае айс офицер должен принять решение пускать человека или не пускать ну так как страна сша это гуманная страна тут они придерживаются строго конвенции о беженцах которые когда-то подписали приняли вон соответственно мы видим что есть большой шанс что человек может попасть сша без визы я через мексику и у нас в офисе примеру каждый наверное каждый день есть может быть один-два кейса людей которые сегодня пришли в сша через мексику мы не знаем как долго это продлится но это имеет массовый характер и в этом нет ничего такого сейчас удивительного что происходит многие люди не понимают чем закончится их общение с офицерами что они должны делать дальше то есть им кажется что это есть какая-то вот власть сша это какая-то вот одна махина они попали в сша им без разницы вот есть представитель власти и представитель власти он с ними что-то общается что-то спрашивают у них они ему отвечают осени в принципе пока не должны не могут ориентироваться чем он отличается от кого-то другого но по сути очень важно это понимать потому что есть по сути три структуры с которыми должен столкнуться беженец на пути его пребывания в сша чтобы получить заветный статус беженства и в итоге получить там примеру грин карту и гражданство и мы чаще всего говорим с вами про миграционную службу и оси с и мы знаем что делать эта служба как она себя ведет это та служба которая как раз занимается при обрабаткой и принятием ваших петиций на убежище это та служба которая выдает разрешение на работу это тех кто дает грин карты делать воссоединение семей в итоге гражданство и много всего остального да это очень большая структура очень много сотрудников она выполняет важную такую базовую функцию в сша что касается миграции и многие забывают про то что есть еще две структуры помимо них третья структура я бы сказал это все-таки судебная система потому что если к примеру иммиграционная служба отказывает человеку в убежище к примеру то дальше кейс такого человека переходит суд и суд рассматривает теперь это дело то есть человека не сразу выдворяют а ему дают еще шанс шанс причем другой системе в судебной системе соответственно кейс уже человека он как бы не остается в юсс он как бы идет уже но трансфер происходит в судебную систему и уже судебная система примеру принимает решение датчику разрешение на работу или не дать там многие другие вопросы это принимает уже примеру суд то же самое как гражданство да то есть можно получить гражданство через миграционную службу но и бывают ситуации когда гражданство человек получает через суд и примеру можно гражданство получить ее сея с находясь в офисе иммиграционной службы field office там где будет присяга там будет сотня людей но к примеру каждый месяц местный суд получается county суд он принимает гражданство у людей это количество не должно быть как правило 50 человеком то есть по количеству штатов поэтому иногда надо ждать долго своей очереди чтобы через суд получить гражданство примеру в той ситуации если человек хочет поменять свое имя или фамилию то мы знаем в сша только суд принимать такое решение поэтому в этой ситуации если человек принимает решение при гражданстве быть под новым именем и фамилии сша то тогда его дело уходят из под резиденции и оси с и переходит суд но это так все неважно мы говорим с вами сегодня другой структуре которые бы поставил на первое место это как раз структура которая по-русски лучше всего переводится как миграционная полиция но среди мигрантов и американцев все знают это как айс офисер айс офисер это человек по сути который следит за перемещением через границу и также эта структура следит за беженцами и мигрантами уже на территории сша и могут к ним предпринимать разные процессуальные действия к примеру если человек подался на убежище и даже если он находится в сша по визе подался на убежище и он никогда не переходил границу без визы не все хорошо то на самом деле айс офицер может принять решение что человека такого нужно посадить в тюрьму в миграционную тюрьму то что он так решил то есть у него возможно какие-то есть данные возможно ты ему не понравился возможно ты где-то нарушил закон и они это могут сделать без того чтобы можно было апеллировать потому что это нормальное решение соответственно когда человек приходит с сша то первым делом если он идет примеру через мексику или он идет через аэропорт неважно он контактирует как раз с этой организации который мы называем по-русски миграционная полиция или просто айс и как их называют здесь итак переходим к сути нашего видео нашего обсуждения что что происходит когда беженец переходят границу он общается с айсом и так как он попал в страну без визы но у него есть мотив подать на убежище он это все смог как-то сформулировать хотя бы нескольких предложениях и офицер понимаешь туда человек действительно понимает о чем он говорит у него есть возможность то дальше есть разные пути как мы знаем раньше человека чаще всего отправляли в detention центр где он сидел такой тюрьме которая не совсем тюрьма но это закрытый лагерь был такой можно сказать и там он ждал прохождение всех процедур находясь в детеншине то есть там он мог непосредственно в этой ситуации человек если идет через границу он не будет проходить через ее с а решение его судьбе принимает только суд то есть вот это вторая второй шаг как миграционная служба он отсутствует хотя туда тоже нужно отправлять какой-то случай анкеты заявления особенно если его кейс еще не дошел до третьего шага до судебной системы и получается как было раньше человека сажали в тюрьму там он ждал когда его дело рассмотрит судья на там было обычно три встречи судья мог на первой встрече там познакомиться дать анкету потом анкету человек заполнял вот эту же форму а 589 после этого примеру там на 2 или на 3 слушание примеру судья выносил решение по тому что человек заявил до или позитив или негатив и дальше принципе уже очень сложно было с негативом что-то делать потому что это надо апелляцию подавать это надо там идти уже в какой-то там региональный суд уже но получается что если человек получал позитив то все он с документами выходят из тюрьмы что он беженец и потом подается на грин карту все в порядке при этом когда человек шел еще на границу и на границе принимали решение что с ним делать дальше то как правило у него забирали документы могли пересчитать его деньги могли там еще что-то сделать и человек попадал в тюрьму без документов получается что была какая опция была опция что человека могли в тюрьму не посадить особенно если шла речь о большой семье то с офицеры понимали чтобы систему не перегружать достаточно человека оставить главу семьи примеру мужа в тюрьме семью можно отпустить если при условии что семье есть куда ехать то есть есть там друзья знакомые которые будут его принимать заботиться о нем кровь предоставят и так далее и там офицер офицер раньше звонил примеру там родственнику который указан был заявителем спрашивал там или другу знаете ли вы такого если знаете то давайте срочно покупайте билет иначе мы депортируем и там человек бежал покупал билеты высылал их офицеру офицер там вез в аэропорт такую семью без мужа примеру и отправлял их к тем родственникам при этом очень часто такой семье всем членам семьи могли или только жене примеру могли там нацепить браслет на ногу чтобы с этим браслетом человек ходил пока они явятся к айс офицеру по месту пребывания и это но означало что человек не пропал и с ним все в порядке его не доискать это не беглез вот потом уже в принципе была практика что могли отпускать уже всю семью включая мужа тоже могли одеть браслет примеру человек два-три дня сидел на границе офицеры там делали кейс ему там делали форму и 862 забирали документы и отправляли человека туда куда он хотел почему потому что тюрьмы уже были перегружены вот сейчас получается когда начался к вид и это совпало с наплывом беженцев мы знаем все эти волны которые идут центральной и южной америки через мексику в сша десятки тысяч караванных беженцев насчитывает поэтому мы видим что из-за к вида многие тюрьмы были сокращены или количество людей в миграционных тюрьмах было резко снижено чтобы снизить заражаемость поэтому сегодня такая история что когда человек идет через границу семьей или один то у него очень большой шанс что он не будет сидеть в детеншине и если с ним пройдут все процессуальные процедуры на таможне его просто отправят в гостиницу на карантин чтобы по поводу к вида он там все выждал и было понятно что он не болеет там сдал тесты и так далее и дальше он может ехать сам куда захочет но при этом айс офицер он должен сообщить куда он едет указать адрес примеру своего друга родственника или снятого жилья и что должен сделать айс офицера он по идее должен его кейс передать в то новое место куда он едет вместе с документами которые есть у айс офицера например у паспорта загранпаспорт или может быть еще что-то заберут там кто что показал то и заберут такой принцип них вот и сегодня уже браслеты как мы видим не вешают на ногу то есть у нас вот бывают редко случаи но это в основном то нас был недавно случай в майами когда браслет повесили но тоже недолго те кто сейчас идут через калифорнию мы ни одного случая пока не знаем за последний год кто-то был с браслетом то есть люди приезжают куда они хотят куда они указали айс офицеру без браслета и на это есть причины почему потому что раньше надо было приехать и заявиться в офис айс офицера сообщить что вот я приехал вот я здесь я не скрываюсь все хорошо с него снимали браслет и он как бы становится на учет на учете по месту жительства и дальше получается эта система сейчас не изменилась если человек его айс офицер куда-то отпускает уехать то подразумевается что туда отправлен будет кейс по системе именно айсов вместе с документами и человек по идее приехав на новый мир должен пойти в офис айс офицера сказать вот я приехал ему скажут вот ваш офицер там такой-то теперь он будет за вами следить и примеру каждый офис уже устанавливать свои правила примеру один офис там 0 какой-то офицер скажет так ты должен ко мне там являться раз в неделю лучше 5 видел другой офицер скажет что я тебе буду звонить там в 6 утра каждый понедельник пример отвечай на телефон если ты не ответишь значит я тебя поставлю как то что ты там подозреваемых бегстве что подался в бега не хочешь быть системе есть офицеры которым все вообще все равно то есть ну главное если ты переезжаешь на новое место там примеру в другой штат то очень важно прийти к офицеру сказать что вот по семейным обстоятельствам я должен переехать я переезжаю такого-то числа вот мой новый адрес пожалуйста перешлите мой кейс туда вместе с документами и по идее айс офицер все это должен был сделать кейс обычно идет около двух недель хотя есть чуть раньше случаи есть вообще дольше бывает что вообще кейс теряется или его забывают где-то на старом месте в общем там у них с порядком тоже все так еще случае есть разные поэтому в целом ориентируйтесь что кейс не моментально ну примеру около двух недель это стандартная история когда кейс из одного офиса перекочует в другой офис вот получается что это совсем другая служба чем ее с и чем судебная система то есть есть сайс офицеры или миграционная полиция которая имеет право депортировать имеет право посадить в тюрьму которая назначает срок который ты можешь легально находиться в стране который можете выдать адванс пароль который можете выдать там просто пароль чтобы гуманитарный по которому ты можешь ехать вот большая служба но они же как раз и назначают номер ай-94 и для них очень важно вот эта история сколько людей въехала страну и сколько выехала из страны они ведут этот подсчет примеру если ты приехал в сша и здесь скончался то для них это проблема потому что въехала больше чем выехала поэтому если у них есть информация то что человек скончался то со временем на сайте может появиться форма ай-94 в ней будет в travel history будет указана дата отбытия то есть они укажут что ты выехал хотя ты может быть умер там или кто-то умер там пять шесть месяцев назад но при этом им надо отчетность что выехала столько же сколько въехала поэтому для них это важный параметр они за этим следят и связи с этим что происходит когда человек въезжает сша и подается на убежище то айс офицер у него забирает документы travel паспорт проездной документ как раз цель основная в чем чтобы допустим человек подался на убежище прожил полгода в сша и он психанул америка не понравилось ему все дорого не интересно уже и он решает уехать из сша и он что берет паспорт покупать билеты спокойно выезжает его никто ничего не скажет да он не сможет потом ехать сша он не сможет получить визу там этот бар фри тем то есть запрет 310 3 года 10 лет если ты там был меньше года нелегально стране то три года те визу не буду давать это у нас отдельное видео есть если больше года ты был стране нелегально то 10 лет тебе не будут визы да это все они делают это не все следят но чтобы такого не было чтобы человек просто не взял и не уехал не завершив процесс потому что смотрите как бы ну процесс идет то есть судя на тебя рассчитывают иммиграционная служба работает с твоим кейсом ставите в какие-то очереди а возможно тебе уже давно в стране нет и ты просто как бы занимаешь куча такого бюрократического времени внимания у разных служб хотя тебе это уже давно ничего не надо ты уже давно там в польше работаешь клубнику собираешь ну поэтому чтобы такого не происходило что они делают они забирают документы и если человек захочет уехать тогда что он делает он идет к айс офицеру говорит вы знаете я хочу покинуть сша я все понял не надо ничего объяснять дайте мои документы я сам уеду вот и тогда да это такой как бы цивилизованный подход то есть офицер там скажет подпиши здесь 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 вот все документы когда ты уезжаешь и они это будет отслеживать то есть человек взял паспорт улетел все он больше в сша ближайшие годы не вернется но как бы с ним дело закрыто кстати и если человек приехал по визе и хочет уехать нарушив эту процедуру убежища не завершив и до конца то он тоже может это сделать но конечно желательно там пройти определенную процедуру чтобы грамотно выехать и чтобы ты на тебя не наложили какие-то санкции чтобы ты потом будущем мог въезжать сша чтобы не было такой черной метки и тоже наш офис делает эту процедуру можно обратиться к адвокату и обсудить с ним потому что такие случаи у нас были мало но были вот получается что происходит ты приехал в сша ты пришел через мексику без визы айс офицер у тебя забрал паспорта ты переехал на новое место жительства куда указалась офицеру и так что-то должен делать ты должен появиться у офицера зафиксироваться на новом месте что ты там и у тебя все хорошо самое время поговорить о сайте migration of customer enforcement он так и называется а из .gov а вот здесь мы можем его увидеть примеру здесь на этом сайте есть много полезных функций и первая функция в которой мы поговорим это вот здесь есть кнопочка location of operation то есть получается найти свой офис и время работы мы кликаем и что мы имеем мы видим здесь достаточно так старомодно указаны офисы ну в разброс если так можно сказать потому что вот здесь идет северная каролина там примеру массачусетс там вермонт короче тексас но как-то не не очень упорядочено поэтому нужно будет искать в этом большом списке ближайший офис к вам и допустим здесь упомянуты многие большие города ну вот для примера покажу что вот в нью-йорке всего лишь один такой . указано здесь и примеру вот указано что работает с понедельника по пятницу по идее с 8 утра до 4 вечера вот но что важно здесь указан также почтовый ящик каждого офиса это важно телефон ну и соответственно адрес поэтому пользуемся этим приложением и непосредственно в описании к видео обязательно дам ссылку и на этот сайт и непосредственно вот на эту отдельную форму поиска офиса но проблема в том что сегодня к вид и все офисы практически закрыты то есть есть мало офисов где это все работает и что происходит человек приходит в офис с офицером по месту жительства там охранник ему что-то говорит что все закрыто к вид ничего не работает звоните человек звонит по телефону отвечает ему робот автоматически что-то там запись идет не помогает чаще всего но так бывает какой вариант есть идти на сайт писать письмо в этот офис с объяснением в принципе если человек сделать эти шаги то его совесть часто будет то есть он предпринял все необходимое он ходил в офис он пытался дозвониться он написал письмо скорее всего на письмо тоже никто не ответит но по крайней мере если вдруг потом майс офицер когда нибудь придет тебе домой скажет слушает чё ты там вообще те же сказали там явиться там заявиться там познакомились бы так ты что-то непонятно ведешь себя как ты сбегаешь меня что можно спокойно ответить что вот смотрите я ходил что-то офис был закрыт охранник меня отправил на телефон звонил не отвечали ну хоть email написал вот есть копия мэла так что я не скрываюсь все хорошо но офицер скорее всего будет этого достаточно хотя большинстве офисов все закрыто все все наглухо то есть я не знаю когда они начнут работать по ходу работает офисы я так понимаю в калифорнии в южной ну и там по мелочи то есть надо смотреть она потихонечку сейчас будет все возвращаться в нормальную жизнь нормальная русла это все нормально что делать если мы пришли в офис и там было закрыто или нам просто сообщили нас нету списке сегодня кого офицер может принять то есть не был сделан appointment и нам нужно что-то с этим делать ну что мы можем сделать мы возвращаемся к нашему сайту айс точка гав и на этом сайте прямо на первой странице мы видим список вопросов которые мы можем решить с помощью этого сайта в том числе мы можем сделать appointment appointment это такое слово в английском языке который означает на знаю ну напроситься на прием то есть договориться о встрече официальной единственное что здесь везде фигурирует форма ай 385 возможно что у вас эта форма уже есть то есть возможно что вы уже встречались с офицером и он провел вас по всей форме заполнил поля назначил вам айди номер и выяснил с какой вы стороны и так далее поэтому хорошо бы иметь копию под рукой этого этой формы чтобы дальше договориться о встрече вот но если у вас такой формы нет то вы можете использовать ваши другие документы которые вы получили от айс офицеров на границе там этих форм много они бывают разные там это может быть а и 200 примеру и 220 и и так далее но давайте поговорим о сути то есть здесь мы нажимаем вначале на первую такую вкладку и здесь как раз есть кнопка ну сделать договориться о встрече то есть назначить себе время дату мы нажимаем и дальше интересно что нам предлагают на сайте заполнить его на выбор на пяти языках английский испанский португальский креольский французский вот но также здесь есть специальный номер телефона вот он и здесь можно попросить договориться интервью то есть совершить запись на удобном тебе языке то есть можно позвонить попросить русский язык они найдут переводчика онлайн по телефону дистанционно подключат русского переводчика и дальше можно уже непосредственно по этому телефону договориться дни и часе когда ты можешь перетекать офицеру также здесь отдельно дается телефон когда можно позвонить и через оператора сообщить о том что ты меняешь адрес вот тоже это важно сообщать чем мы поговорим чуть позже и дальше получается когда мы жмем на английскую версию получается что здесь как раз они спрашивают subject айди то есть это тот айди который нам был присвоен вот здесь он на фотографии виден в нашей форме ай-385 но возможно что у нас с собой пока нет еще ай-385 формы возможно она будет сделана только при первой встрече с офицером поэтому возможно что у нас этот айди от айсов есть в какой-то другой форме который они нам выдали при пересечении границы дальше получается что надо выбрать список стран гражданином который человек является по рождению но по сути скорее всего у него и паспорт этой страны дальше он говорит что он не робот проходит непосредственно там картинка будет найди финского снайпера примеру на картинке и что-то такое и дальше получается следующие шаги но нам не нужно в догадках теряться потому что есть вот здесь специальное видео айс appointment schedule правда видео без комментариев но как бы интуитивно помогает понять как все это делать и мы сейчас можем вместе это видео посмотреть вместе с моими комментариями и так мы заходим примеру в английскую версию формы и вводим наш айди который нам был присвоен при пересечении границы или при первой встрече с айс офицером дальше мы к примеру выбираем страну любую страну которая является страной нашего рождения пример год и мало показываем что мы не робот к примеру находим все картинки со светофором делаем верификацию submit кнопка идем дальше и дальше он предлагает программа предлагает нам ввести наш адрес к примеру мы находимся в сан диего калифорния и мы делаем поиск нам показывает ближайшие офисы к нашей точке и так мы видим что у нас есть всего три ближайших адреса но только один из них непосредственно в сан диего находится нам этого достаточно мы выбираем этот адрес и идем дальше и соответственно в этом офисе нам предлагается выбрать необходимое время мы видим что здесь разбег идет в 1 час и мы допустим хотим выбрать 9 часов утра и мы подтверждаем то есть нам показывается карточка в какой день время адрес аппоинтмента нашего и мы подтверждаем и дальше у нас есть кнопка подтверждения поймута то есть у нас confirmation мы можем высвать это примеру на email или распечатать или получить текст месседж смс кай и таким образом мы получим подтверждение appointment принесем это на наш интервью с миграционным офицером предъявим и это будет подтверждением того что мы договорились о встрече что произойдет если к примеру ты не явился в офис к миграционному офицеру а он тебя ждал вот к нему пришел твой кейс и в офис работать от тебя нет то есть офицер может посчитать что если за разумный срок ты не явился там прошел месяц другой то твой кейс просто уходят из его офиса вашингтон и считается что ты как бы пропал с тобой связи нет по умолчанию считается что ты типа в бегах то есть возможно что ты не хочешь появляться на в публичной сфере для органов власти и соответственно если ты явился в офис когда уже твой кейс был отправлен то соответственно ты не имеешь доступа ни к своим документам и возможно что у тебя могут быть проблемы когда ты придешь примеру в суд если ты в суд не явился то тебя вообще в розыск объявят и так далее то есть проблема может быть большая но опять же это когда пройдет достаточно времени при этом что офис открыт нет к вида и тебя ждут то есть твой кейс пришел а ты так туда ни разу не заявился то есть там поэтому желательно конечно по приезду там вы ждать разумное время когда твой кейс явится уже то есть и потом пойти навестить проверить работать не работает вот например через две недели там уже можно найти точно кто-то идет через неделю пробует у кого-то пришел кейс у кого-то еще не пришел то есть по крайней мере браслет снять можно было раньше всегда но получить документы было нельзя так по поводу документов это отдельная тема такая получается что смотрите человек приезжает сша а ему хочется права получить жилье снять банковский аккаунт открыть телефонный номер там интернет все это требует документа человека вначале никаких документов нет потому что первый нормальный американские документы человек получит когда он подастся на убежище на это уйдет может быть несколько месяцев он получит причем подтверждение того что он подался на убежище но это не является фото иди то есть это не является документами и дефицит идентифицирующим его личность в америке чтобы заключить это контракты подключить электричество воды так далее нужно какой-то документ с фотографии с даты рождения на английском языке причем поэтому для многих беженцев проблема в том чтобы пойти просто хотя бы открыть банковский аккаунт или что-то с правами сделать то что напоминаю что в большинстве случаев многие банки не хотят работать с беженцами в сша но те кто работают они по крайней мере ожидают увидеть два фото иди то есть два документа с фотографией с на английском языке с разными данными которые как бы метрическими как полагается связи с чем есть конечно штаты где можно как-то все таки получить и местная идея еще раньше примеру там в нью-йорке можно получить айди но опять же не обязательно податься на беженство не обязательно там и документы но по крайней мере нужно принести какой-то документ подтверждающий твою личность как следствие получается какая из процедура можно переехать куда-то без документов пойти в айс офис к айс офицеру и попросить его одолжить вам документы и напоминаю он не хочет вам отдавать документы боится что вы можете уехать из сша и не сообщить ему тогда у него будет как бы там по работе минус нестыковка вот они этого не хотят допустить но вы просите говорите дайте нам документы пожалуйста потому что нам нужно там в банк сходить права получить или там сделать договор аренды нам без документов не хотят с нами разговаривать вот если у вас хорошие отношения вы не нарушали режимы айс офицера нормальный человек то может вам примеру дать ваши документы на недельку попользоваться и вы должны это время использовать примеру там быстро все дела свои сделать сделать сканы примеру если вы не сделали для нашего офиса это тоже важно потому что мы когда подаемся нам нужны сканы вы это все делаете потом вы должны прийти к офицеру вернуть ему документы и тогда все хорошо все здорово бывают случаи конечно не часто когда вообще айс офицера дает документы и не не ожидают что вы их вернете ему обратно но это надо все уточнять человек может находиться со своими документами в сша все хорошо напоминаю что ни в коем случае не нужно идти в посольство своей стороны и просить новые документы потому что это может кончиться плохо потому что нельзя посещать посольство своей стороны если ты просишь убежище от этой страны потому что посещение посольства ну как бы приравниваться к посещению самой страны это важный момент такой вот что касается получается некоторые идут на хитрость и с собой везут разные документы к примеру дублируют примеру загранпаспорта кто-то дублирует но опять же виза будет только в одном паспорте до другой паспорт просто как айди идентификатор ну например это помогает на первое время летать по америке то есть когда нужно примеру купить билет и сеть самолет конечно лучше когда есть айди хотя эта форма тоже подойдет которые дают замен то что паспорта забрали но все-таки это такой нестандартный вариант и не всегда знаешь как отреагируют работники аэропорта вот ну даже если надо взять в аренду машину или купить машину там все равно ну документ какой-то нужен поэтому этот момент учтите то есть если есть шанс не все давайте хотя бы что-то себе оставить то конечно оставьте себе обязательно права вот если у вас есть второй паспорт это будет здорово если его айс офицер не изъял то есть при переходе границы то это может быть для вас большой помощью первые годы пока у вас не появится достаточное количество уже американских документов таких как примеру там разрешение на работу права уже и с этим уже можно что-то делать ну или какой-нибудь внутри штатовский айди как отдельно делать нью-йорк и там примеру сетов некоторые другие итак вывод какой что мы должны для себя уяснить что из три разные структуры которые между собой тесно переплетены но это разные то есть есть айс офицеры миграционная полиция есть иммиграционная служба и оси с есть судебная система и как бы беженец он получается из одного департамента в другой перетекает его кейс то есть но при этом айс офицер вас контролирует до последнего пока вы не получите убежище то есть вы можете быть у айс офицера он передал данные в миграционную службу миграционную службу потом передала данные в судебную систему но при этом вы еще пока на учете у айсов хотя как бы если вы ушли из-под миграционной службы в судебную то миграционная служба уже на вас кейс ваш закрыла передала его и не имеет к вам отношения и примеру если вы подадите на работу но не наработать там примеру какие-то вас петиции будет работа кстати делает еще все еще делает миграционная служба но судья может включить идеи часы или выключить это его решение будет поэтому он так работает ну вот к примеру примерно то что я вам хотел сказать информация достаточно объемная но важная то есть достаточно один раз понять принцип как это работает и стараться его придерживаться привожу в ссылке я помещу сайт айс офицеров миграционной полиции получается к сожалению там пока нельзя делать свои аккаунты но может быть появится такая возможность соответственно если бы была такая возможность то можно было бы адрес менять онлайн или что-то еще делать онлайн но пока что такой возможности нет поэтому мы солнышко выше поэтому мы пока должны лично являться вы должны лично являться к айс офицеру пытаться как-то найти способ или email отправить в надежде что он ответит на email или дозвониться если там переводчика найти чтобы с ним пообщаться вот и на сайте можно как раз искать местный офис и контакты тех офицеров или просто того как бы может быть горячей линии самого офиса от того штата или города где вы находитесь все пора заканчивать картинка уже не так но в конце добавлю очень важный момент тот что все что связано с айс офисом immigration of custom enforcement офис или айс это все ты должен делать лично и адвокат в данной ситуации тебе к сожалению помочь не сможет то есть тебе нужно лично найти свой ближайший офис к твоему городу где ты живешь или в твоем городе где ты живешь посетить этот офис найти этого айс офицера договориться об аппойтменте возможно дозвониться до него или до офиса или до него лично если есть в номер или как мы уже говорили написать email и все объяснить это та структура где адвокат не имеет отношения потому что в принципе и не должен иметь отношения потому что с айс офицером ты встречаешься как правило при переходе границы и там адвоката нет тебя даже скорее всего нет еще подписанного контракта с адвокатом но даже если он был все равно адвокат за тебя все эти процедуры не сделает то есть максимум кто тебе нужен в этой всей истории это может быть друг который знает английский язык который просто поможет тебе с переводом ну просто дайте найти место подвести но это то где адвокат совершенно не нужен не требуется поэтому нет смысла обращаться в наш офис или ко мне или к анастасии сак с тем чтобы этот весь процесс пройти поэтому этого видео достаточно для полной картины чтобы сами предпринять необходимые действия опять же в том случае если тебе нужен офицер и ты приехал в сша без визы такие вот моменты поэтому вот какие-то еще важный момент я думаю в комментариях к этому видео оставлю и вам будет легче тогда сориентироваться найти может быть местного офицера или может быть когда-то появится локатор чтобы определить ваш кейс уже пришел или не пришел ваш офис ну хорошо с вами адвокатский офисе анастасий сак я виктор альбель помощник адвоката всем пока хорошего дня